Я вызываю дух супруги моей покойной, официантки Зины. Я вызываю дух супруги моей покойной, официантки Зины. Зина, ты здесь, ты здесь, Зина? Слышь ты, придурок, этот столик не обслуживается. Ужас. Ну что вы сидите? Вот вы сидите, чего? Вызывайте дух моего четвертого мужа, я тороплюсь. Вы меня простите, мадам, но я немножко устал. Слушайте, это ваша проблема. Он устал, а я тороплюсь. Давайте быстрее. Я уже вызывал духов трех ваших умерших мужей. Ну так что толку-то? Ну что толку, если никто из них не знает, куда подевалась мое фамильное бриллиантовое колье? Давайте. Ну хорошо, я попробую еще раз. Вызываю дух четвертого мужа гражданки Кроваткиной, Лидии Львовны. Пятьдесят седьмого года рождения. Пятьдесят девятого. Пятьдесят девятого. Пятьдесят девятого года рождения, проживающий по адресу Улица Приморская 1, квартира 5. Кто меня вызывает? Аркаша, сюда или туда? Аркаша! Аркашенка! Зайенька! Сволочушечка! А ты не помнишь, случайно, так, перед смертью, может быть, заметил, куда девалась мое бриллиантовое колье, Аркаш? Упять ты со своим колье! Оставь меня в покое, чертова стерва! Он ушел? Что он сказал? Что он сказал? Сказал, что не помнит, что он сказал? Нет, ну конечно. Плакал, объяснялся в любви, молил о прощении. Ну что, надо вызывать моего пятого мужа. Странно, но его нет там. Так, естественно, как он может быть там, если он сидит у вас приемной? А, вот оно что. Простите, мадам, но я вызываю духов умерших, усопших, почивших, неживых! Мне надо орать! Одни проблемы с вами. Медиум называется. Тьфу! Неживых. Почивших. Петюша! Ну все, вызывайте. Он уже на связи. Просто прекрасная прогулка Старый знакомый, мой пациент Прекрасная операция Еще один мой давнишний больной Блистательный хирургический эксперимент, победа Ну просто по-хорошему завидую вам, по-хорошему Благодарю, благодарю А вот этот, очевидно, тоже ваш? А, да-да, причем, знаете ли, буквально на днях Поздравляю От всей души просто поздравляю А это кто? Привет, профессор, твою мать А этот кричин Отказался оперироваться Ничтожество Я люблю вас, твою мать